Груди, раз пошёл Пушкин, Паню! Паню, рассказывайте, я по хапчиной не люблю. Только висю и висю, как у меня в груди, это... Милый мой ангел, милый мой ангел, у меня решительно сплинь. Скучно жить без тебя и не сметь даже писать тебе всё, что придёт на сердце. Я должен был на тебя жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастным. Но я не должен был вступать в службу, что ещё мужик обудет себя денежными обязательствами. Зависимость жизни семейственной делает человека более нравственным. Зависимость, которая предлагает на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас. Тепина не смотрит на меня, как на залога, с которым можно и поступать, как им угодно. А Павла — легче презрение. Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у Господа Бога. Но ты во всём этом не виновата, виноват я без добротушия, коим я преисполнен на глупости, несмотря на опыты жизни. День тебе ещё не посылают, вероятно, послушаюсь тебя и скоро откажусь от управления имением. Пускай они его коверкуют, как знамен, на их век станет. Но мы сажен и маслом постараемся отставить кусок хлеба. Не так ли? Новостей нет, я сижу, дома до четырёх часов и пишу. Вечером в клубе, вот и весь мой день. Целую вас и благословляю. Прощаю, ждать тебя письма. Но будь осторожна, вероятно, и твои письма распечатываю. Этого требует государственная безопасность. Пора, мой друг, пора, покоя сердце бросит. Летя за днями, дни, каждый час уносит частичку бытия. Да мы с тобой вдвоём предполагаем жизнь. И, глядя, как раз умрём. На свете счастья нет, но есть покоя и моря. Давно самимное мечтается, где доля. Давно усталый враг, забызгал я побед. Водитель дали трудом и чистым днем. 1895 год. Наживается второго сына Мушкина и Григорий. Александр Сергеевич обращается в Верхний Дорфус, против разрешения самоупажения нескольких мест в семье и в деревне. Но получает отказ. В качестве компенсации поэт дают суд в размере 30 тысяч рублей и 4-месячный отпуск. И хочешь, непременно, узнать, скоро я буду твоих ног. И с болью твоей красотице. Шоу, грешоу, 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 плавина, густая, а потому что я в тебе и вернусь, и обниму тебя и ты расцелую. Я сплю и вижу, чтоб тебе приехать, в рай, в рай этой химии пускают. Дай сделаю тебе им. Ведь для себя, для тебя я тебе немало люблю, но уважаю, в них единственный способ водопристоя и независимости. Хорошо, когда проживу я еще лет 25, а коли свернусь между 10, так и узнаю, что ты будешь делать, и чтоб даже маша, в особенности и страшно, утешение мамы будет в том, что их пакет сохранили, как шута, и что их маленькая ужас как дела была на личке всех малых. Ну, делать нечем. Бог велик. Главное, что я не учу, чтобы он имя подозревать вне боли от радости. Это хуже, как мотивизм. Пусть дорога, поцелуй детей, и Бог исполит за меня. Прощай, целую тебя. Раз в прекрасных датах, на военных датах, не явился честно, страх, мир, добр, ай, кто выводится, убил, а победил, кто поил, раз в грозе свершил, кто споил. Как-то раз в доме дат, но в челоках, на лунах в реке ярная яр. Но хватит ему так, чтобы с неба вошли как, но не будет, как лотарь не варь. Да ты, я не веришься, и весь тоска, но я крую, я это только присказка, тоска. В 1836 году Наталья Варима сажает вторую дочь Наталью. Во время как паров приезжает в Михайловской на полном мазе надежды Господы в Успенском монастыре. И здесь же выбирает победу на себя. Парни мне, беру иди, о друзья, предчувствую отравленное свидание. Запомните ж, поэта предсказания пропчится год, и с вами снова я. Исполнится завет моих мечтаний, пропчится год, и я не влюблюсь к вам. О, стойкость слез, и сколько мы с певица, и сколько чаш подъявленных небеса, мой первый, полней, друзья, полней. И всю до дна в честь нашего союза благослови, векующая муца, благослови. Да здравствует лицей, наставником, хранившим юность нашу, всем честью и мертвым и живым, встал подъявленным. Признать тень чашек, не помня зла, заплата, Господи. Полны, полны, и сердце возгорят, а это дна, а так выливаете, Но за кого подруги угадаете? Ура, наш царь! Так, выпьем царя, он человек, им властвует удаление, Он раб мафы, сомления и страстей, прости мне, будет правое коление. Он взял борис, он основал лицей, не руйте же, подавящие мы тут. Увы, наш круг, час отче суредеет, кто в крови спит, кто дальней сиротеет. Судьба, глядя, мы рядом, не бегут, не бегу, восстановяясь владеем, Убедимся к началу своему. Кому же из нас, от старых день вецея, торжествовать придется одному? Несчастный друг, святого поколений, добычный гостей лишний и чужой, Он вспомнит нас, и в низких день вецея, закрыл глаза дрожащей рукой. Несчаст, пускай живой, с отравленным печальным, Когда сей день за чашей проведет, Как ныне я, затворник ваша пальмы, Его провел без боли и забыл. Жена, правда, хоть и спасибо тебе за мое милое письмо, А все-таки я с тобой поправлюсь. Зачем тебе это написать? Это мое последнее письмо, больно не получишь. Ты меня просишь, приходить, приехать, Тебе-то режет двадцать шестого, Это не делай. Бог поможет, современники без меня выйдут, А между тем, когда у самого душа опять не ходят, Как вспомнил, что я журналист. Будучи еще порядочным человеком, Я получал в полицейские выговоры и тому подобное, Что же не верить со мной будут. В чем догадал меня родиться в России С душой и талантом. Здесь он, есть чем сказать. Прощай, будь здоровы, все будет тебя. В ноябре 1836-го ручка получает Три экземпера анонимного письма, В котором высказан факт сны, Нарек на связь Наталья Кончаровой С главным дантесом. 10 января 1937 года 1837 года Состоялась в главе Павлона Дантеса Екатерины Николайны Кончаровой. Однако, Ухаживания Дантеса за Натальей продолжались. Из книги Юрия Лотмана Друзья усматривали проведение Кушкина Неоправданную ревность, Даже невоспитанность И генеральную афританскую кровь, Которая изъекла в божилых. На самом деле, Это было накопившееся В бою человеческого достоинства, Которое не было защищено Нечем, кроме гордости И готовности уметь. Кушкина был человеком, Которого могли бы убедить обстоятельства. Он 26 января 1937 года Отправил деньги, Но страшное по своей стартительности письмо, Описавшее все возможности К временю и оставлявший Единственный выигрыш Поединок. Сделав решительный шаг, Кушниц рада же посвидеть Про современника успокоился И стал особенно весел. Он ощутил жить В полном мифературных планов Эдинственный выигрыш Писал детский писатель Завершимов Деловое письмо Заказанные переводы До современника.